Приветствую всех любителей натуральных камней, снова с вами я Дима и наша рубрика познавательные странички. В этом видео я расскажу вам об Иолите. Название Иолит происходит от греческого слова, означающего фиолетовый. Так в Греции есть одноименный остров, который с наступлением теплого времени покрывается ковром из цветущих фиалок. Это явление описывал Плутарх, побывавший на острове Иос весной. Камень получил свое официальное название в 1912 году – кардиерит. Так обычно называют его ученые. Это название дано в честь французского горного инженера Кардье. Его твердость по шкале Мооса 7-7,5 единиц. Иолит – один из камней, который обладает самым сильным и очевидным эффектом изменения цвета. Он может быть фиолетово-синий, серый, бесцветный, желтый. Плеохроизм присутствует сильный. Сиреневый, темно-фиолетовый и желто-коричневый для фиолетовых камней. Бесцветный, серовато-голубой и темно-фиолетовый для синих камней. Иолит – настоящая жемчужина викингов. Когда Лейф Эриксон и другие легендарные исследователи-викинги отправились далеко в Атлантический океан, вдали от любой береговой линии, которая могла бы помочь им определить свое местоположение, Иолит служил их секретным оружием. Моряки-викинги использовали его тонкие кусочки в качестве первого в мире поляризационного фильтра. Глядя через иолитовую линзу, они смогли определить точное положение солнца и безопасно пройти свой путь. Минерал помог мореплавателям найти Гренландию, берега которой восхитили их свежей зеленью среди льдов. Съемочная группа фильма «Титаник» рассматривала этот самоцвет в качестве возможной вставки в кулон сердца океана, наряду с синим бриллиантом и индийским сапфиром, но потом предпочтение отдали Танзаниту подходящей формы. Давно известно, как отличить иолит от синих и фиолетовых камней по специфическим переливам, но до сих пор в Индии его называют ложный сапфир, на Мадагаскаре – водяной аметист, в Китае – фиалковый нефрит. Прекрасное украшение с ним носили датская королева Маргарет и английская принцесса Диана. В России фиалковый камень был найден на Урале в 1856 году во время экспедиции под руководством академика Кокшарова, а также на Кольском полуострове и Карелии. Месторождение камня есть в Норвегии, Финляндии, Германии, Польше, Азии, Америке, Африке. А на этом у меня все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать все наши новые видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok